Приветствую девочки и мальчики! Сегодня варим борщ из грудинки. Удалось прикупить хорошую говяжью грудинку с отличным куском мяса. Может быть его отдельно или в салат куда-нибудь посмотрим, как пойдет. Включаем газ, мясо заливается холодной водой и ждем закипания. А потом уходим с кухни, выключив предварительно огонь на самый-самый минимум и часа три будет все это дело вариться. Сразу предупреждаю, я делаю на первом бульоне, не мучаюсь туда-сюда сливать. Как-то я пыталась это делать. Пошел процесс закипания. Вот этот весь шум надо удалить. Так как уже появились первые пузырьки, убавляем огонь на самый минимум. Не ждем, когда это бурлит, как извержение вулкана. Не надо. Упираем шум весь-весь-весь в тарелочку. Запомните, что не солим. Солить надо в самом конце, когда вы соберетесь уже вытаскивать мясо и заправлять борщи. Закладывайте остальные элементы. Шум еще поднимется, мы его потом с вами снимем. Он еще будет. Мясо, видите, всегда всплывает вверх. Поэтому периодически надо приходить на кухню и переворачивать до равномерной варки. Сейчас я еще раз промою от мелких частей. Сниму шум. И таким образом у нас получится с вами бульон прозрачный, не мутный. Хотя, конечно, для щей и борщей все равно, но все-таки хочется, чтобы это было сварено правильно. Переворачиваем. Видите, еще сколько шума поднимается. Его снимаем. Люблю бульон прозрачный. Не знаю, почему я и куриный прозрачный варю. Нравится мне. Вообще, бульоны это вещи необходимые для организма. Прекрасно. Пускай теперь на самом маленьком огне живет. Ну вот, прошло 3 часа. Пора вынимать мясо и производить закладку овощей. Бульон я не доливаю. Некоторые, знаете, для количества воду наливают. Нет, я этой ерунда не занимаюсь. Промежутки. Точнее, минут 40 назад я посолила. Говядина остынет. Я ее разберу. Ой, что-то... Вроде бы все хорошо. Если будет филе жестковатое, я его пущу через мясорубку. Что-нибудь сделаю. Дальше для продолжения борща беру капусту, но немного. Потому что это все-таки не щита борщ. Я люблю украинский борщ. Такой, которому, знаете, у нас ложка стоит. Давно уже такое делаю. Потому что... Ну, как давно, лет 20, наверное. С капустой нравится мне. Так, где мой главный инструмент? Не открывается ящик. Должен. Должен ящик не открывается. Да. Ящик заклинил. Ну, ладно. Без главного инструмента потом. Ножом так же эффективно, в принципе. Умею и ножом. Не только капуста резкая. Надо с ящиком разбираться, чтобы я там расстроилась. А пока с вами тут варим борщ. Хочу поблагодарить про операции. Людмила Александровна, привет. Она же у нас очень хочет сделать себе пластическую операцию. Мечтает. Здесь подтяну, тот подтяну, там подтяну. И вообще, Бог, как мне было. Но не будете. Надо принять, что уже не будете. Даже если подтянете. Даже если все режете и зарежете. Нет. Такого количества вполне достаточно. Заложу ей капусту. И прибавляем газ. Как капуста опустится, будем класть картошку. Картошка у меня вымачивается. Я с тех пор, как перешла на новый тип питания, вымачиваю картошку. Даже если очень хочется. Не будете по той простой причине, что женщина выдает взгляд. Глаза. Оценивающий взгляд. Отсутствие блеска в глазах. Это больше физиологическая, психологическая проблема. А что делать с руками? Ничего не сделаешь. Плюс к тому же, если человек зависит, его лицо зависит от того, какая у него будет зарплата. Есть такие профессии, когда от лица зависит многое. Можно сделать круговую подтяжку. Это аккуратно. У меня, например, подруга год, по-моему, выбирала хирурга, который сделал все очень хорошо и аккуратно. Но то было страшно, был риск. Еще один момент. Я не понимаю, как те, которые надувают губы, там себе импланты делают, рожки всякие. Это то, что наркоз. Я, как человек, переживший в своей жизни, вы не поверите, 11 наркозов у меня было. 11 и 10. Я уже не помню. Много. Я вам скажу, насколько это сложно. Выходить из наркоза. Восстанавливать клетки мозга. Вот после 8-й и 5-часовой операции на позвоночнике мне пришлось проводить целую реабилитацию мозга. И я очень многие вещи просто не помню. Тут помню, там не помню. И как у любого человека, пожилого, ну или преклонного возраста. Да, кстати, кто обижается на преклонный возраст, не обижайте. Потому что преклонный возраст, это означает, что женихи моей дочери должны передо мной преклонять колено. При знакомстве со мной при... как они придут в дом. Ну, заставим, может быть, кого-то. А ну-ка, колено-то преклони! И, конечно, больше воспоминаний уже выливается из детства. Даже, заметьте, кто же глянует сам, сколько-либо воспоминаний из детства. Чем, скажем, события, прошедших 10-12-15 лет. У меня, например, некоторые участки мозга вообще ничего не помнят из прошлого. Да, что-то такое было. А что конкретно, что я говорила в этот момент? Или чем я занималась? Нет, этого я не могу вспомнить. И очень удобно, если что. А я ничего не помню. Шутка шутками, но это действительно так. Есть риск большой по изменению мозговых структур. Мне пришлось колоть. И после 8-ми, после 5-ти часовой операции очень сложное лекарство. Да, людей перенесли. И все. Прям капать пришлось. Доктор посоветовал. Потому что я пожаловалась. Говорю, я не могу одну мысль закончить. Синаю ко второй. Не могу с телефонной книжки перенести на телефон. Тогда еще не такие телефоны были. Он говорит, проколите вот этот препарат. Он помогает. И второй раз тоже самое за собственные деньги. Брала и покупали этот препарат. Называть нельзя на ютубе. И каждый раз, идя на операцию, я представляю, на какой у меня риск. Риск, что я прежде всего могу не выйти из наркоза. Здесь он похож на... Знаете кого? Домовенку Кузю. Потому что попал под сильнейший дождь. Летать у меня всего так вот. Аж 10. Надо делать переугадочек. Шучу. Что делать не буду? И каждый раз, каждый раз идешь на операцию, думаешь, а что отдаст тебе наркотизатор. Более того, я после одного наркоза питерского я проснулась. Глухой. У меня одно ухо вообще не слышало. Я говорю, доктор, вы у меня вроде бы как в спине говырялись. А почему я ухом не слышу? Он такой улыбается. Дмитрий Александрович такой веселый. Говорит, ну это наркотизатор постараюсь. Я говорю, ничего себе, норма. Ну, отошла. Я даже приехала домой в Самару, ходила даже к сурдологу. Мне сказали, там упражнений какие-то делать. Не помню. Перец зеленый. Понимаете, как пахнет. Последний перец. Сейчас привезут импортный. Он уже не такой. Надо ловить моменты вот этого дела. Больше есть. Пока еще есть. Опускаем. Так, тут уже сильно кипит. Чуть-чуть средний огонь сделаю. Поэтому думайте, думайте прежде всего, чем залезть к себе, особенно в лицо. А вдруг, не дай бог, пережить такое, что получилось у меня в седьмом году. У меня перерывали больницу с коленями. Сейчас она называется Середавина. Получилось так, что оперировали в грязной операционной. Грязная это операционная, в которой оперируют гнойных больных. Или неплохо вымыли. Плохо прозинфицировали. И мне в позвоночник занесли стафилококк гемолитический. Вам оно надо? Вот как я теперь веселюсь. Каждый день температура, плохое самочувствие, конструкция вылетает, потому что стафилококк подгрызает кости. Там процесс вяло текущий. Лекарства нет. Ну нет лекарств. Есть только вот. Можно поддержать себя. А соль надо проверить. И все, не досаливаю специально. На это количество мяса положил полу в лавину столовой ложки. Закладываем томаты. Томаты тоже должны быть. И 300 раз подумайте, насколько операционная чистая, какая репутация у врача, как относится к пациенту, как будет происходить реабилитация. Кто за вами будет наблюдать и кто будет заниматься вашим организмом, пока вы в таком состоянии после операционного? Какие есть гарантии того, что вдруг, не дай бог, с вами что-то случится? А эти гарантии тоже нужны. Так, мне надо разобрать мясо. Мясо. Вот эти моменты надо все учитывать. А вот так вот, ай, хочу потянуть тут, хочу потянуть здесь. Да я тоже много чего хочу. У меня и на животе, жуть во мраке после операции. И на спине у меня впадина марианская, потому что удалили очень большой участок мышц в последний раз. Тоже хочется красоту набить. Я же говорю, может мне там татуировку набить? И все вот эти факторы надо учитывать. Плюс возраст. Чем старше, тем хуже переносится операция. Это должно быть очень здоровое сердце. Это не должно быть, соответственно, диабета. А вот, например, у меня лица, у нее щитовидная железа. У меня дочери не рекомендуют никаких операций делать. Когда-нибудь придется, конечно, что-то прооперировать. Но нет, я бы не рискнула. Ну что есть, то есть. Возьмем мою матушку. Она всю жизнь по косметикам, всю жизнь с кремами. До сих пор, 77 лет человек до сих пор пользуется дневной, ночной программой. Крем для рук, крем для ног. Молодец. Она у меня всю жизнь за собой следит. И что думаете, старость не настала? Так же настала старость. Так же, как у всех. Поэтому думают, что операции это легко. Да, сейчас это в технологии современной. Но вот у нас в Самаре был случай, что девушка пошла на пластику и не проснулась. Просто не вышла из наркоза. В коме. В конце концов погибла. Так, это у меня все собаченьки. Всякие жилы. Сейчас мы удаляем. Мясо. Косточки хорошо удаляются. Значит, мясо сварено правильно. говядину по-другому не определишь. Что ж так хорошо кипит? Поэтому идеально, ну, какие-то такие манипуляции, если это не жизненно необходимо, бывают такие случаи, когда жизненно необходимо выполнять операцию. Двести лет. Двести раз подумайте. Двести лет, хотела сказать. Двести раз подумайте. Я вот пошла на операцию в седьмом году. Она просто вот хирург уговорила. Говорит, да что вы, это так сейчас все быстро. Это все элементарно. Технологии отработаны. Ни о чем уже не надо никакой сильной реабилитации. Тут же поднимают, тут же вы там через два месяца вернетесь к прежнему образу жизни. А меня только через два месяца из больницы выкинули. Перекрестившись. И в результате у меня вся жизнь в перекосек пошла. Полетела карьера, которая была вполне удачная. В том числе научная. Полетело все. Я же не говорю там про личную жизнь и так далее. Всего лишь вот одно неправильное, невыберенное решение. Вместо того, чтобы подождать, что вот у меня в результате позвоночник плохой и давно уже можно было переждать. Найти какие-нибудь другие методы и способы. Но меня правда еще уговорили, потому что перекрывался спинной мозг грыжей. А так вот какие методы сейчас уже есть. Уже выпаривание делают. Я лучше в Москву поехала и сделала бы вопаризацию диска. Это сейчас лазером подправляют диск. Он все равно вернется на место. Или с имплантом уже. То есть ставили бы мне фиброзное кольцо новое искусственное. Было бы все замечательно. А нет. Поэтому операция, а тем более, когда это возраст. и если вы пойдете на операцию, то это надо полностью подготовить организм. Не только бросить курить, как людьми, он все мечтает. Но и сделать так, чтобы в организме были все показатели ледиартисты, то есть отличные. А вот это, пожалуй, одна из самых сложных задач. Потому что если есть хоть какие-то отклонения, то их надо срочно будет лечить. А вы лечите вы это или нет? Это тоже вопрос. Совсем другой. Ну что, это я мясоед, я еще придет, разберемся, что делать с этим куском. Я спросила дочку у меня чефаны сделать салат. Может быть, говорю ее на чефан. Чефаны это очень интересный сибирский салат. Меня Михаил Синучил. Многокомпонентный. Единственное, что останавливает это производство чефаны, это необходимо обжаривать картошку. Так, мясо попозже заложим, когда все будет. Так, это у нас уже свободно. Это собаке это выкидывать. Собаченька у меня на прогулку. Так, смотрим, что у нас тут. Мне надо вырвать лук репчатый. У меня никто его не любит в парной. Некоторые есть фанаты, я знаю, лук репчатого. в тем временем подготовить. Чеснок. Не перестану хвалить. Он настолько ядреный, что мне хватит одного зубчика. Полтора есть. И заодно еще и вкус. Лимон. Нет, лимон у нас подорожали вообще. Вообще. Качаем лодку. Хорошо бы лимон положить, но я положу чуть-чуть уксуса. Потому что, если раньше я обжаривала и мне не надо было никакие ухищрения делать с уксусом, с лимоном, при жарке цвет сохранялся, то сейчас я вынуждена, вынуждена пользоваться этим. Чеснок и датка. И все достать не надо спицей. Так. Тут уже все всплыло. Все поехало хорошо. Ой, запах отличный. И здесь у меня свекла и морковь сразу. Раньше я обжарила вместе с луком, теперь я это не делаю. Поэтому убавляем огонь. Чуть-чуть так, чтобы, знаете, так подкипеть. И закладываю еще одну закладку. Это я книгу кулинарных мечтан, с которыми там они лежат, заложить. Правда, закладка сейчас в России имеет некоторое досмысленное понятие, но все же. Так, тут все горячее. У меня получается, кстати, капот. И первый, и второй, и компот. Все, почти полусрая. сохраняем гликемический индекс. Ложка чайная и ульцис. 9% столовой. Не спрашивайте, какой. Это только лишь для цвета. И придать такой, знаете, кислинке небольшой. поэтому, если ему не надо раньше времени лезть туда, куда не просит. Когда-то у меня была послеродовая депрессия, потому что у меня ребенок был недоношенный, долго его не выдавали нам на руки. Она в больнице лежала два с половиной месяца. И меня водили к психотерапевту. Он мне научил очень хорошей, хорошей такой фразе, которую я использую постоянно. Вот уже 27 лет прошло. Мне надо лезть туда, куда не просит. Но это не касается, конечно, критики, которые я высказываю и так далее, а вот в жизни, в жизни, если тебя не просит кто-то, не просит подругу помогать, не просит в соседка. Не надо лезть. Не касайтесь критики, не думайте. Заканчивается у меня армянскую приправу баракай. Надо за ней не ехать только лишь в одно место. Но ничего страшного. Не лезьте в свой организм, если организм этого не просит. Не лезьте не надо. Если есть проблема, идите к врачу. так вот, чтобы сказать. Знаете, доктор, у меня вот тут крылья, а вот тут у меня мешок, доктор, а тут у меня марианская впадина. А давайте, доктор, меня перекроим, чтобы я выглядела как 15-летняя девочка. Доктор скажет, давайте. С вас 100 тысяч долларов, например, я сумму говорю условную. Ну и чё? В прошлом году меня оперировали много по поводу вен. Я сделала самую глупую ошибку в своей жизни. Я не узнала, кто будет оперировать, мне не сказали. Вот если бы я знала, кто будет оперировать, я бы жизнь к нему не пошла. Так, чуть-чуть мне надо огонь прибавить, чуть-чуть, прям совсем немножко. Положить туда чеснока. может сначала мясо заложить, чё всё. Борщ хорош на завтра, но я такой человек, что завтра я это уже есть не буду. Дурак, человек? Так, это освободили, это освободили. Ой, всё, уже почти конец, почти уже условный конец убегает. Так, чеснок. Хорошо бы ещё туда ориган и базилик, но не буду. Хинжа не буду. Ибо нет уже свежего. Руку взяли. как женщине не накачаться во время готовки. То это поднимешь, то это пустишь, то это сделаешь, то то сделаешь. И сразу знаете, такой вот запах специфический, борща. Ой. Приносим на эту плиту из глаз до тех, уж говорится. Понятно. Ох. Поехали. посмотрим, что творится. Вот. Огонь убиваем. На тихом огне минут 10 ещё. И пряности без этого никак. Посмотрю, чтобы не барбарис не попался у меня для пола, а понюхте. там как раз чаман есть тот самый мой любимый пожитник. Будете делать картошку, капусту, положите пожитник и не узнаете блюда. Где же ты наел сулику? Перчик ещё некоторые кладут острый. Я не кладу. Нам нельзя разжигать аппетит. Он у нас и так хороший. Ой. Сейчас ещё потомиться. Выключу. Крышкой накрою. Постоит и будет самое то. С вами была Глафьера Абрамовна, которая сегодня полдень варила борщ. У нас погода не очень. Поэтому пора заправляться супиком. Мне дочь говорит, мам, что-то давно борща не было. Слушай, точно. А мы обычно коллегиально, потому что она у неё уходит, и мы коллегиально обсуждаем меню на следующий день. Спонтанно редко когда бывает. Обычно всё запланировано, потому что если вдруг какого-то компонента нет, то кто-то из нас бежит за этим компонентом. О, Боже. Вот как раз говорила сестра нашей ходяки армянской посёлки Джубга. Катя, когда я мимо тебя иду, как будто моя мама и готовит. Борщик, это у тебя ложка стоит. Я угощала, конечно же. Я говорю, да, ложка стоит, всё как надо. Я не люблю жидкие супы. Ну, не люблю я. Ну, что я сделаю? С удовольствием бы делала жиденькие, но рука уже не берёт. Рука. А крем суп у меня никто не ест. Даже тыкви меня никто не будет. Вообще, Рабрам плохого не посоветует. Ставьте лайки. Как это? Пишите комментарии. Если вашего комментария нет, значит Ютуб сам удалил или куда-нибудь отнёс их на рассмотрение не я виновата в этом, поверьте мне. Я бы хотела, чтобы были любые комментарии. Никого не удаляю, всем отвечаю, не баню, не имею такой привычки, потому что считаю, что все мы разные, мнения должны быть абсолютно разные, они все одинаковые. Это нормально. А завтра приходите, мы будем с вами делать чанахи. Блюдо в горшочках. Горшочки у меня древние, как и я сама. Но это очень вкусно. и полезно, потому что это и мясо, и овощи вместе. И пока осень, надо пользоваться, делать правильные чанахи вместе с баклажаном. Всем пока. Приятного аппетита, если кто-то садился. и овощи. Спасибо за субтитры,